Все социальные, административные и общественные учреждения должны быть оборудованы пандусами, подъемниками и специальными лифтами. Об этом говорится в программе «Доступная среда», которая действует на территории страны с 2011 года. Ее задача – создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, если сегодня эти требования выполняются, то в части передвижения по городу людям все еще приходится сталкиваться с проблемами. Высокие бордюры, отсутствие съездов с тротуаров и водостоки становятся настоящей преградой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Почему окружающая среда доступна не для всех, выясняла Саргылана Захарова. Андрей Колодецников с супругой живут вместе уже 15 лет. Из них 12 она нуждается в постоянном уходе мужа. Больше 10 лет назад Галина перенесла инсульт. Тогда она впервые оказалась прикованной к постели. Но Андрей не стал мириться с недугами. В скором времени он поставил ее на ноги. Она заново научилась ходить, двигаться. Однако, позже болезнь все-таки дала о себе знать. На фоне общего ослабления организма у Галины произошел перелом таза. Женщина вновь оказалась в инвалидной коляске. С тех пор каждый выход на улицу. Это большое испытание для супругов. Нам очень трудно приходится не по старым дорогам, которые я знаю, их нельзя сегодня и завтра сделать. А по обновленным дорогам, которые заплачены за счет налогоплательщиков, вновь принятые дороги новые, ответственности никакой, ни у кого. Невозможно человеку без посторонней помощи, человеку на коляске проехаться. Невозможно. Обязательно надо быть человеку со стороны, кому-то помогать надо. Из-за высоких бордюров в паре, чтобы перейти дорогу, приходится рискуя жизнью выходить на проезжую часть. Даже те улицы, которые ремонтировали относительно недавно, оказались неприспособлены для таких маломобильных людей, как Галина. Яркий пример – улица имени Бестужева-Марлинского. В некоторых местах тротуаров и вовсе нет, а там, где они есть, на коляске не проехать. Смотрите, яму тут. Мы поэтому вынуждены выходить прямо на улицу, на проезжую часть. Это очень опасно. И здесь опасно тоже. Машины проезжают. Передние колеса ломаются каждый месяц. Приходится ремонтировать. А это дополнительные затраты. Выходить из дома получается только в теплое время года. В остальное Галина – заложница всей этой ситуации. И, к сожалению, с этой проблемой сталкиваются не только на окраинах, но и в центре города. Мы обращаемся в соответствии с органами, кто занимается дорожным строительством или непосредственно распределяет строительство, дороги, дома или здания. Мы пишем, что по таким-то адресам нужен ремонт, например. Но реагируют, если честно сказать, не очень так быстро, конечно. Это не аварийная служба. Но бывают, да, реагируют, что не прямо так быстро. Дороги строятся, но барьеров меньше не становится. Примечательно, что требования по созданию безбарьерной среды описаны в федеральном законе. Проектирование элементов обустройства вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, а также их транспортное и эксплуатационное состояние обеспечивается доступностью, беспрепятственностью и безопасностью элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения. Но на деле выходит так, что дороги и тротуары доступны не для всех. Мы решили узнать у прохожих, насколько они считают город доступным. Я думаю, что в таких тротуарах инвалид бы не мог пойти. Очень плохо. Что? Потому что бордюров нет для колясок. Даже инвалидам это очень тяжело передвигаться. Пешеходам, конечно, с коляской трудновато. В основном у нас эти пешеходные переходы, тротуаров мало, они снабжены. Вот так сейчас уже потихоньку лучше становится. Среди ответов прозвучало и такое мнение. Якутск – город бордюров. Но можно ли уйти от этого стереотипа? В управлении дорог Якутска нам сообщили, что сегодня проблема связана с теми улицами, которые реконструировали 3 и 4 года назад. Чаще всего высокие бордюры без съездов находятся на пересечении улиц. В действительности данные моменты, недостатки дорожного устройства, можно их охарактеризовать, они имеют место быть на тех участках, на границе которых заканчивается, допустим, та же реконструкция или ремонт дороги. На объектах, которые сейчас идет реконструкция или ремонт, все вот эти моменты учитываются, в том числе и пандусы для маломобильных групп населения. Однако, даже на совершенно новых дорогах встречаются прекрады. Эти точечные проблемные участки, как заявили в управлении, стараются устранять по обращению граждан. Любой объект, который завершен, он сохраняет за собой гарантию. То есть гарантия от подрядной организации. То есть, если мы выявляем такие недостатки дорожного устройства, мы составляем акт недостатков дорожного устройства и направляем его подрядной организации. И они должны устранить данный недостаток дорожного устройства. Улицы Горького, по улице Пушкина, по объектам 2015-2016 годов, такие акты имеются. И были направлены, получается, подрядной организацией, которая занималась капитальным ремонтом и конструкцией тех или иных участков дорог. Эти проблемы участки подрядчик по правилам должен привести в соответствие до конца строительного сезона, а значит до ноября. Станет ли уже через месяц на несколько непреодолимых зон меньше, покажет время. Что же касается улиц Кальвица и Бестужево-Марлинского, управление сообщили, гарантийный срок у них закончился. Но, тем не менее, обязательств по их содержанию себя они не снимают и постараются решить эту проблему. Сарглана Захарова, Владимир Павлов, Евгений Лугинов. Якутия. День за днем.